Девушки отдыхают Девушки отдыхают Министр ушел из жизни Желание господина Дзюэ исполнилось Почему он до сих пор жесток к нам? Если я пошлю к нему Фужун Он все равно не отпустит Нет, нет, нет Ты должна четко понимать цель господина Дзюэ Сейчас я вроде понимаю Но если я не могу дать ему то, что он хочет Он будет против нас И не отпустит никого из нашей семьи Я не позволю умереть всем в нашей семье Подумай об этом Подумай о будущем Шисяне Господин Дзюэ пообещал повысить его до Хоу Повысить до Хоу? Я просто надеюсь, что он будет жить мирно Вместо того, чтобы жить в постоянном страхе, как Хоу Брат Мы ничего не должны ждать от господина Дзюэ Он просто хочет воспользоваться нами Хочешь верь, хочешь нет, это ради тебя Брат Мы для него всего лишь добыча И мы станем бесполезны для него Как только мы потеряем для него ценность Брат Сестра Как ты узнала, что я здесь? Ты такая умная Такая же, как и раньше О чем думаешь? Не думай слишком много У тебя достаточно времени Чтобы вернуть прошлые воспоминания Я думала Может быть, мне не стоило возвращаться Зачем так говоришь? Мы так рады, что ты вернулась Не пытайся скрыть Я знаю, что это я принесла Большую беду в нашу семью Кто тебе это сказал? Это была Дзэджи? Я не прощу ее Нет Это не она Когда господин Цинь тайно привел меня домой Я чувствовала, что что-то не так Он как будто защищал меня от чего-то Мне не нравится, кем я была Мое безрассудство Принесло много бед в нашу семью Нет Нисколько Нам нравится, кем ты была Сестра Так как ты вернулась Ты должна оставаться дома Вместе с нами Мы не сдадимся Никто из нашей семьи Господин Метод восемнадцати игл Готовьте экипаж и лошадей Утром Мы отправим катафалк в наш родной город Мама Ты наконец решила Фужун Можешь ли ты простить меня? Мама Почему ты так говоришь? Я сделала тебе много плохого Я думала, что делала это Ради нашей семьи Ради Шисяня Но на самом деле Я была эгоисткой Все, что я сделала Было сделано для себя Мама Не говори так Сестра не будет вас винить Прошлой ночью Я кое о чем думала Твоя потеря памяти Это божий дар для меня У меня появился шанс Компенсировать все плохое, что я тебе сделала Мама Не будьте так серьезны Хоть я и потеряла память Но я знаю Что это я источник бед нашей семьи Как я могу винить вас? Хорошая девочка Я колебалась прошлой ночью Должна ли я отправить Тебя к господину Дзюю В обмен на безопасность всех остальных Прости меня Но сейчас Я решила Позволь мне остаться На твоей стороне Мама Я была такой беспокойной раньше Как сказал Шисянь Я делала тебя несчастной Конечно То, что я сказал Это лишь малая часть того, что ты сделала Матушка Я была настолько невежественна Вы с отцом так беспокоились обо мне Это моя вина Это моя вина Госпожа Мама Джидзи Семья Му пострадала от множества трудностей Но ты никогда не бросала нас Впредь Ты тоже член семьи Му Не будет никакой разницы между господами и слугами Спасибо, госпожа Поднимись Послушайте Когда все закончится Я позволю тебе и Шисяню Пожениться Вы не хотите жениться? Нет Я женюсь на ней, конечно И я тоже Это хорошо Но помните Мы должны быть вместе У нас общая судьба Мы никогда не расстанемся У нас общая судьба Мы никогда не расстанемся Она правда еще жива? Мой сын узнал, что она жива И отправил меня Сообщить вам новости Это сделал Цинзи Цюя? Да, это правда Почему он не пришел лично? Мой сын сделает все для вас, что в его силах Без лишних слов Хорошо Я знаю, ты верен мне Я буду хорошо относиться к тебе и твоему сыну Можешь идти Благодарю Господин Я ухожу Куда ты идешь? Не твое дело Ты предательница Я сделала это ради тебя Муфу Жун тесно связана с ночным разбойником Ты можешь пострадать Это мое дело Все в порядке Если ты будешь слушать меня и отца Отец сказал Тебе нельзя выходить Сестра Можешь меня отпустить? Я никогда не вмешивался в твой роман с Жан-И Перестань сравнивать Джен-И с Муфу Жун Джен-И не преступник Он герой города Чан-Нань Какой герой? У меня важное дело Прочь Остановись Я скажу тебе правду Отец пошел к господину Цзюю Уже поздно Что? Цюэр Ради Муфу Жун Ты готов бросить нас? Это вопрос жизни и смерти Я объясню тебе позже Цинь Цзюэ Как ты можешь быть таким глупым? Господин Цзюэр Какой ты глупый В дом Му пришел человек А я узнаю это только на следующий день Ты бесполезен Господин Вчера Цинь Цзюэ пришел в дом Муфу Он придумал оправдание Потому Мы его не подозревали Это снова был он Он думает, что я его не убью Семья Му Готовится отвезти Катафалк в родной город завтра Они хотят сбежать Они осуждают смерть Возвращайся И следи за ними Сообщи мне, если что-нибудь случится Если кто-то из семьи Муф сбежит Я накажу тебя Да, господин Молодой господин Цинь Тетя Плохие новости Цинь Цзюэ Что такое? Что случилось? Мой отец пошел к господину Цзюэ И он может уже знать, что Фужон вернулась Я этого ожидала Тетя Ты знала это? Почему не остановила его? Цинь Цзюэ Ты не должен винить своего отца Он сделал это Ради тебя и Жаянь Но мы должны найти решение В противном случае Господин Цзюэ Не простит Фужон Что я могу сделать В этой ситуации С тех пор, как твой дядя умер Я не могу справиться с господином Цзюэ Единственное, что я сейчас могу сделать Это молиться небесам И надеяться, что Господин Цзюэ отпустит нас Тетя У меня есть идея Если ты мне веришь Какая идея? Нет, Цзюэ Это опасно Этот план невыполним Тетя, я должен попробовать Ради Фужон И чтобы компенсировать Вину моего отца Цзюэ Я знаю, что ты любишь Фужон Но она потеряла память Я должна сказать тебе правду За последние несколько дней Многое произошло И я решила Что я не буду заставлять Фужон Выходить замуж за того Кто ей не нравится Я понимаю Но Ночной разбойник исчез Я уверен Фужон Влюбится в меня Через какое-то время Нет Этот план очень опасен Тетя Будьте уверены Он мне ничего не сделает Правда? Дюэр Если с господином Дюэм Возникнут проблемы Ты можешь присоединиться К нам в храме Хуанэнь Договорились? Да Ты уже закончил то Что я тебе сказал Не волнуйтесь Ученый Фанка Священного Зала Согласился нам помочь Я очень хорошо его знаю Он очень упрямый Как тебе удалось Уговорить его помочь нам У всех есть слабые места И люди сдаются Если на них надавить Это то, чему вы меня научили Кажется, ученый Фанк Не может конкурировать С Лао Джидзином В те дни он написал 13 памятников престолу Обошел талантливого ученого номер один Потом он стал знаменит Он считал, что доказательств достаточно Но он не знал, что доказательства Были сделаны вами Сделаны мной? Вы слишком заняты Чтобы помнить об этом Бывший директор совета обрядов Не выполнил ваш заказ Вы хотели наказать его И фактически подготовили все Доказательства А, кажется, припоминаю Вот почему Цинь Юн Нань получил свой нынешний статус Я показал доказательства ученому Фангу Он не знал, что он занял место нечестным путем Я дал ему два варианта Рассказать общественности И признать, что он неправ Это разрушит его репутацию Или он умный Он знает, что выбрать Боюсь, Дженни не понял Что его постигнет та же участь Что и бывший талант номер один Дженни На поле боя Он не имеет себе равных Но он не знает Что при императорском дворе Красноречие Может убить кого угодно Какая блестящая идея Как только мы применим Это Мы точно добьемся успеха Генерал Генерал Почему так спешишь? Госпожа Цинь Мне нужно кое-что сделать Не могли бы вы немного подождать В гостиной? Дженни Это очень срочно Нельзя медлить Говори Генерал Посмотрите вот на это Разве он не беспристрастный И неподкупный ученый фан? Беспристрастный и неподкупный? Он лицемен Он сказал, что вы лжец И вы скрываете происхождение Я слышал о нем Он известен своей честностью и прямотой Должно быть это недоразумение Так как я не виновен Меня это не волнует Генерал Вы не должны так думать Похоже у него не самые лучшие намерения Лю Юн Мы вместе сражаемся уже много лет Почему ты становишься все более робким? Мы не боимся смерти Не говоря уже о клевете Генерал Не ослабляйте бдительность против злодеев Достаточно Госпожа Цинь ждет меня И у меня есть план Генерал Возвращение Муфу Жун может повлиять на генерала Дженни? Конечно Муфу Жун и ночной разбойник исчезли вместе Теперь Муфу Жун вернулась И люди будут думать Жив ли ночной разбойник или нет Ну и что? Пускай гадают Никто же не знает наверняка Ну почему ты такая глупая? Его величество только что наградил Дженни за убийство ночного разбойника Если он еще жив, Дженни обвинят в обмане императора Боже Я даже не подумала об этом Госпожа Цинь Муфу Жун действительно жива? Дженни, будь осторожен Трудно избежать ловушек ложных друзей Спасибо за предупреждение Мне нужна твоя помощь с одним делом И я надеюсь, ты сможешь мне помочь Без проблем Я помогу, если смогу После того, как Цюэра узнал, что Ху Жун жива Он очень взволнован Боюсь, что он будет вовлечен в дело семьи Му Ты можешь ему помочь? Где он сейчас? Должен быть в доме Му Хорошо, оставь это на меня Должен быть в доме Му Приветики. Ты. Ты встал так рано? Ты должен быть устал. Где семья Му? Семья Му? Я не знаю. Я не семья Му. Почему они должны говорить мне, куда ушли? Если ты не скажешь мне сейчас. Когда придет господин Зой, будет уже поздно. Где господин Зой? Я хочу его увидеть. Он избегал встречи со мной. Хочу его спросить. Почему он приказал своим людям переодеться бандитами? Что за чушь ты несешь? Взять его. Да. Эдди. Эй, отпустите. Веди себя хорошо. Генерал Джинь. Генерал Джинь. Господин Зой, где сейчас семья Му? Госпожа вместе с детьми повезли катафалк в родной город. Я остался присматривать за домом. Цуэр поехал с ними? Господин Зинь? Я даже не знаю. Я его не видел, когда семья Му уезжала. До свидания. До свидания. Эй, отпустите. Приемный отец. За что ты так со мной? Теперь вспомнил, что ты мой приемный сын. Приемный отец. Почему ты так говоришь? Я всегда помню, что ты мой приемный отец, такой же, как собственный. Из-за женщины. Мой другой сын умер за женщину. Хочешь разделить его судьбу? Приемный отец. Не забывай. Ты обещал сделать из нас фужин пару. Ты не должен нарушать свое слово. Но она же не любит тебя. Она чуть не умерла из-за ночного разбойника. Ты думаешь, она будет любить тебя, если сделаешь это для нее? Если я так сделаю, это будет сделка. Вам не понять. Если вы понимаете, то вы не причините вреда женщине, которая любит ваш сын. В чем смысл, если она тебя не любит? Мне очень жаль вас. Жалеешь меня? Да. Вы получаете, что хотите, но при этом теряете больше. Теперь вы потеряли способность любить. В чем смысл вашей жизни? В чем смысл вашей жизни? Мне тоже жаль тебя. Неинтересно говорить, как я. Если бы ты потерял свою жизнь, ты бы знал. Как же смешно. Ты... Ты думаешь, что умрешь за великую цель? Верно? Ты будешь лишь грудой костей, когда умрешь. И люди забудут о тебе. Будет слишком поздно. Когда ты пожалеешь. Я не пожалею. Я так и сделаю. Цер. Папа. Цер. Папа. Что случилось? Господин. Папа. Это мой единственный сын. Я умоляю вас простить его, поскольку я был верен вам все эти годы. Папа, ты же знаешь, какой он человек. Его бесполезно умолять. Министр Цинь. Министр Цинь. У тебя хороший сын. Он мне нравится все больше и больше. Но у меня есть принципы. Даже если он мне нравится, я не могу его простить. Если он не выполнит мой приказ. Господин. Теперь он ослеплен другими. Господин. Господин. Я прошу прощения за него. Папа. Господин. Это не твое дело. Уходи. Замолчи. Надеюсь, вы сможете его простить. Господин. Пожалуйста. Господин. Господин, простите моего сына. Пожалуйста, простите его, господин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зация. Зация. Ты в порядке? Спасибо, господин. Спасибо. Спасибо, господин. Я дам тебе еще один шанс. Ради твоего отца. Если ты скажешь мне, где сейчас семья Му, я прощу тебя. Я обещаю, что не убью Му Фужу. Сынок, даже если ты не заботишься о себе, подумай о сестре и о нашей семье. О. О! 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 Где мы сейчас? Госпожа, мы отъехали от ворот Чин Мин примерно на 10 ли. Мы не знаем, как там Цюэр. Мама, не волнуйся. Кузен умный, он сможет защититься. Цюэр тот, кто помогает нам спастись. Он наш благодетель. Папа, успокойся. Ты должен заботиться о своем здоровье. Я такой бесполезный. На этот раз господин Зюй не простит Цюэра. Господин Зюй, его приемный отец. Я думаю, он не причинит вреда Цюэру. Цюэр не предаст ему Фужун даже ради своей свободы. А господин Зюй не простит Цюэра и всю нашу семью. Семья Цинь всегда была ему верна. Он не должен быть таким безжалостным. Я думал, что шел на компромисс, чтобы мы были в безопасности. Но я не ожидал, что господин Цюй такой жестокий. Это не принесет ему пользы, даже если он нас уничтожит. Дочка, не открывай. Папа, а что это? Это может защитить или убить нас. Тебе лучше этого не видеть. Это тяжело мне досталось. Я хотел отдать его Цюэру как амулет. Но я должен использовать его. Покровители, добро пожаловать. Простите, что беспокоим вас. Ничего. Мы приготовили западное крыло дома. Вы должны быть устали с дороги. Пожалуйста, хорошо отдохните. Покровители, следуйте за мной. Старейшина. Госпожа Му, прошу за мной. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, госпожа, после смерти господина Му, я ждал вашу семью Му, и вы, наконец, пришли. — Мой муж сказал мне, если он умрет, я должна прийти сюда, чтобы увидеть вас. Но я была так глупа, и я рассчитывала на господина Дзюя. Теперь мне пришлось прийти сюда и побеспокоить вас. Мне очень жаль. — Это не имеет значения. В тот самый год наш храм был разрушен грозой, и господин Му помог его восстановить. Это честь для меня — помочь его семье в такое время. — Старейшина, мой муж сказал мне, что в вашем храме есть какая-то тайна. Что это значит? — За храмом на холме есть секретный туннель. Этот туннель ведет непосредственно к Чуангую, в столицу Дзе Души. Рельеф холма сложный, и круглый год он покрыт мясмами. Только когда дует юго-восточный ветер, люди могут пройти через него. — Итак, кроме меня, никто в храме об этом не знает. Госпожа, вы пришли как раз вовремя. В ближайшее время будет дуть юго-восточный ветер. — Но Чуанго, такой же, как господин Дзюй, все в Чаннане его осуждают. — Чу Цзе Души просто притворяется, что дружит с господином Дзюем. Фактически он союзник министра Му. Я поддерживаю с ним связь. В это время он посылает сюда людей, чтобы помочь нам. В прошлом месяце сын учителя Лу, который внезапно исчез, был отправлен через этот секретный туннель. — Я поняла. Я напрасно обвиняла его раньше. — Будьте спокойны, пока вы живете в западном крыле. А через три дня вы сможете безопасно уйти отсюда. — Я в долгу перед вами. Вы очень добры к нам. — Госпожа, не стоит. — Госпожа, пожалуйста. Живите здесь спокойно. Когда придет время, я помогу вам уйти. — Старейшина, я хочу спросить вас кое о чем. Восточное крыло дома освещено. Интересно, кто там живет? — Это человек, готовящийся к императорскому экзамену. Ему не хватает денег, поэтому он временно живет здесь. — Будьте уверены, здесь абсолютно безопасно. — Я поняла. — Господин Зуй, посмотрите. Вы помните, что это? — Ты решил бороться со мной, чтобы спасти своего сына. — Я всегда был вам верен. — Но вы хотите лишить меня единственного сына. Вы не должны меня винить. — Кому ты говоришь? — Что это? — Это нижнее белье, в котором умер покойный император. На нем пятна крови. Вы прекрасно знаете, что пятна крови на нем расположены в местах основных экупунктурных точек. Вы убили императорского лекаря Лю, чтобы никто не мог узнать ваш секрет. — А ты не подумал о том, что если ты покажешь мне это, то тебя точно скоро убьют. — Я не планировал уйти отсюда живым. — Если вы решите убить моего сына, то вы погибнете вместе со мной. — Кажется, ты хорошо подготовился. — Есть другие доказательства. Я знал, что должен приготовить что-нибудь для себя, когда работаешь с такими, как вы. У меня есть кое-какие вещи, которые вы искали. — Если вы не будете пытаться меня уничтожить, эти вещи никогда не появятся. — Если Цинзи Циэт скажет мне, где Муфу Жун, я его не убью. — Я знаю, что он вам не скажет. — Я знаю, что он вам не скажет. — Я знаю, что он вам не скажет. — Вы должны отпустить его. — Без условий. — Хорошо. — Я отпущу его. — Но ты слишком много знаешь. — Это меня сильно беспокоит. — Я знаю, что мне делать. — Мне нужно только одно. — Позвольте увидеть сына в последний раз. — Хоу Джан Ши. — Отведи министра Цинь к его сыну. — Да. — Ты хочешь, чтобы я поймал Муфу Жун, чтобы спасти Циэтсия? — Это единственная возможность. — Извините, я так не могу. — Джинь И, пожалуйста, помоги мне. — Пожалуйста, помоги мне ради нашего прошлого. — Госпожа Цинь, генерал сейчас и без того в беде. Вы не можете просить его об этом. Не заставляйте его. — Джинь И. — Госпожа Цинь, господин Му мне очень помог. И я не могу так поступить. — Тюед. папа 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 у тебя что болит голова я в порядке в порядке папа почему ты плачешь ты всегда запирал меня в моей комнате из-за страха что я создам проблемы так что ты должен быть часто сейчас я беспокоюсь о тебе ты никогда так не страдал за всю свою жизнь папа не волнуйся я в порядке господин за меня не убьет в худшем случае он обвинит меня в освобождении преступника это не важно у нас есть деньги да я дал деньги всем чиновником храме дали я пришел чтобы забрать тебя правда да я никогда не лгал тебе папа ты меня напугал ты так кричал как только вошел я думал что господин за хочет меня убить сынок я так счастлив папа не переживай я не потерял благословение семьи я никогда не поддавался на уловки господина дзюэ цюэр подойди цюэр обещай мне я слушаю не возвращайся домой когда выберешься отсюда сразу же иди к семье му папа что с тобой ты же всегда был против моего сближения с пужон теперь я понимаю что заставлял тебя делать то чего ты не хотел ради твоего будущего теперь я понимаю ты должен жить хорошо живи счастлива твоя мать и рано умерла даже имея высокий статус министра я редко чувствую себя счастливым цюэр послушай ты должен жить хорошо не будь как я папа ты меня пугаешь какой беспорядок я устроил на этот раз цюэр обещай что ты сможешь защитить себя и если кто-то захочет причинить тебе вред в нашем доме есть картина она поможет тебе не говори такие вещи если ты продолжишь я не осмелись выйти отсюда что случилось сынок я и раньше так говорил с тобой и ты никогда не боялся давай сынок пошли папа что случилось ничего все нормально тюэр я кое-кому обязан за твое спасение я должен поблагодарить их так что я пойду первым папа мой сын пауэл я не могу тюэр отдал я не могу обе пауэл тюэр Продолжение следует...